Продолжаем читать книгу Эмина Мемедли «Карабахская сага». Причем среди них преобладали этнические азербайджанцы. Также известны мелики из этнических грузин. Совершенно очевидно, что титул мелика в интерпретации Шаха Аббаса I определял не национальность или конфессию, а только оседлость. За недостатком места приведем сведения только о меликах Шеки и Верховного Карабаха, причем исключительно по материалам армянских хроник. Исаий Католикас писал о наследных кутхашеских меликах Кабалы, мусульманах Магомеде и Ахмеде. Мелик Магомед управлял округом в Шекинской области и владел имуществом, которое оценивалось в баснословную по тем временам сумму в 70 тысяч туманов золота. Это богатство и являлось поводом для его незаконного ареста ханом Жамахи, который потребовал уплаты огромных отступных сумм за освобождение. Именно после этого обиженные на власть сефевидов кутхашинские мелики бежали в гору к Даудбеку Лизгинскому и Сурхайхану Кази Кумухскому с просьбой о заступничестве. После этого и было принято то самое решение о набеге на Шамаху, которое и дало повод Петру I через некоторое время упоминался другой мусульманин – Мелик Наджаф, которого Надиршах назначил правителем всей Шекинской области. После смерти Наджафа этот пост занимал его племянник Мелик Джафар, сын Абдул-Лятифа Эфенле. Что же касается Меликов, Верхнего Карабаха, вопреки расхожему мнению, усердно тиражируемого ангажированными историками, в кавычках, то некоторые из них были азербайджанцами. Как известно, после Курултая Надиршах приказал Меликам Карабахской Пятерице объединиться в крепкий кулак и подчиняться непосредственно Бегирбеку Азербайджана. Главенствующим среди них он определил Дизакского Мелика Ягана, который благодаря своим услугам и усердию стал любимцем Надира. Нужно сказать, что именно Мелик Яган принял ислам и правил Пятерицей Меликов вплоть до смерти в 1744 году. От него произошли известные азербайджанские фамилии Карабаха. Мелик Ягановы, Мелик Абасовы, Мелик Аслановы и так далее. Кстати, тот же армянский хронист написал, что среди всех мельков Карабахской Пятерицы только один, Хачинский, был местным старожилом, а остальные являлись переселенцами. Таким образом, тезис о проживании армянских мельков в этой местности с древнейших времен тоже оказался ложным. После гибели Ибрагим Хана правителем Азербайджана был назначен его сын Магомед Али Хан с присвоением ему имени и титула отца. Видимо, Надир Хан такой формы благословения хотел подчеркнуть свое уважение к старшему брату и желание сохранить его имя в памяти подданных. Нужно сказать, что перемена собственной имени при изменении статуса было довольно распространенным явлением в азербайджанской среде. Надир Шах оставил яркий след в истории Персии как выдающийся полководец и создатель огромного государства. На это Всевышним ему было отпущено всего 20 лет. Все эти годы Надир провел в изнурительных походах, но его военную карьеру нужно делить на два этапа. Победоносный этап, когда он неизменно добивался всех поставленных целей, длился до 1741 года. Второй этап, который начался с измены ближнего круга, оклеветавшего наследника престола Риза Кули-Мирзу, характеризовался сомнительными победами, а также поражениями в походах против горцов. Конечно, эти неудачи можно объяснять храбростью горцев и сложным театром военных действий, что через сто лет в полной мере почувствовали и русские войска в большей казахской войне. Шамиля. Но основной причиной большинства неудачных походов следует считать утрату гармонии между интересами Шаха и его близких родственников. Надира погубила смута в его шахском доме, но все это было позже, а сначала Надир энергично создавал армию, способную решить эти его грандиозные имперские планы. Тахмас, назначая Надира командирующим своей армией, не предполагал, что он начнет ее реорганизацию с введения обязательного для всех воинов головного убора. Оказалось, что эта деталь формы с древнейших времен имела для тюркских воинов решающее значение. Когда в начале прошлого века в Европе развернулась оживленная дискуссия о происхождении слова «тюрки», выяснилось следующее. Еще в середине VI века на Алтае научились изготавливать железные шлемы или клобуки, которые и назывались тюрками. Впоследствии так и стали называть воинов, которые носили такие шлемы. Затем началось грандиозное переселение народов, и многочисленные тюркские народы пошли по великому шелковому пути. А названия отдельных родов уже по традиции связывались с различными головными уборами. Так появились Кара-Кал-Паки, Кара-Папахе, Кара-Гоэн-Лу, Ах-Гоэн-Лу и, наконец, Кызылбаша. По своему происхождению, Надир был офшаром, представителем одного из основных кызылбашских родов, которые носили круглые красные дюрбаны с 12 белыми полосками. По числу шиитских имамов, поэтому замена Надиром этих шапок на квадратный с крестообразным верхом головной убор, тахмази, который мы видим на его портрете, имела особый смысл. Строителю новой империи необходим был свой символ. Его личные телохранители носили войлочные шапки, которые по-тюркски назывались Качек-Ал-Пах. Нужно сказать, что армия благотворила Надира. Во время походов он всегда находился впереди и переносил все испытания, которые приходились на долю рядовых воинов. Со своими подчиненными он был строг, но справедлив. Надир не отчаивался при поражениях и часто добивался побед, после чего щедро одаривал своих соратников. Особенно хорошо ему удавались управление конницей на равнине. Хитроумные маневры, ложные отступления, обходы с флангов, ураганные рейды, в тыл противника – вот далеко не полный перечень приемов, которые Надир Шах с успехом использовал при командовании конными армиями. Недаром его творческие населения изучали в военных академиях вплоть до Первой мировой войны. По ходам Надира посвящали свои труды военные историки всего мира. Большой вклад в их изучение внесли русские академики Бросси и Дорн. Надир впервые ввел в практику приемы военной пропаганды. Именно ему принадлежит приоритет в составлении кратких прокламаций, которые воодушевляли войска и успокаивали мирное население. Европейские историки приводили аналогичный опыт Наполеона, который гораздо позже стал практиковать этот же прием. За это они называют Надира Наполеоном Востока, хотя по справедливости, по хронологии, должны были назвать императора Франции Надиром Запада. Из сохранившихся писем грузинского царевича Ираклия, сестре Анне, мы знаем, что Надир настраивал войска перед решающим сражением. По его словам, перед самым трудным испытанием похода в Индию Надир собирался своих командиров, говорил им милостливые слова и одаривал их. Только потом он делал им наставления. Надир убеждал, что отсюда нам некуда бежать, все равно не будет спасения, лучше умрем с честью. И присутствующие соглашались с ним. Впоследствии Черчилль перефразил один из афоризмов Назира. И присутствующие согласились с ним. Впоследствии Черчилль перефразировал один из афоризмов Назира, который сказал, что самая достойная смерть для мужчины – это смерть на поле боя. Глава 14. Надиршах Афшар в повествовании и кондаке Абраама Критации. В предыдущих главах мы часто ссылались на армянских хронистов, которые, опираясь на свидетельства араратского католикса Абраама Критации, пользовавшиеся в течение нескольких лет особым доверием Надиршаха Афшара, приводили интересные факты по жизни этого удающегося военачальника всех времен и народов. В цитированном нами ряде источников совершенно не упомянуты два самых крупных из дошедших до нас произведений Абраама – «Повествование» и «Кандак». «Кандак» переводится как «Послание», в котором подробно описаны все наиболее значимые встречи католикоса с Надиршахом и его старшим братом Ибрагим-ханом, занимавшим второй по степени влияния пост в Персии Беглербека Азербайджана. Ибрагиму подчинялись не только все азербайджанские ханы, но и старшины всех армянских деревень, в которых проживала паства как Араратского, так и Ганзазарского католикоса. Нетрудно понять, что Абраам Критации родился на острове Крит. Даты его рождения точно не установлены. Известно лишь, что с 1709 года, примерно четверть века, с двухгодичным перерывом, когда он проживал в Иерусалиме, Критации управлял армянской епархией Токирдак во фракции. В 1734 году он предпринял путешествие в Эчмиадин и другие монастыри за Кавказьем. В это время последовательно произошло два знаменитых события, свидетелем которых являлся Абраам Критации. Скончался Араратский католикос Абраам III, Хашабецы, а Тахмаз Бакулихан поступил к освобождению тех пессийских провинций за Кавказе, которые по русско-турецкому договору отошли к Османской империи. Критация начинает свое повествование с момента своего прибытия в Эчмиадин, 3 августа 1734 года. Он произвел самое благоприятное впечатление на католикса Абраама II, Хашабецы, и был приглашен последним посетить ряд монастырей в его свите. Во время поездки было получено сообщение о продвижении ферсийских войск во главе с Тахмаз Бакулиханом в этом направлении. Католикс, естественно, поспешил вернуться в Эчмиадинский монастырь, потому что, по мнению Критации, в это смутное время никто, кроме него, не мог принимать взвешенные и мудрые решения. Характеризуя своего предшественника Критации, сформулировал интересные причины, по которым Хашабецы стремился как можно быстрее вернуться в Эчмиадин. Поэтому он торопился возвратиться к Святому Престолу, тем более, что время было смутное, и до владыки доходили различные слухи о появлении хана Тахмазб и о движении персидских войск. Католикос поспешил вернуться к Святому Престолу, дабы обо всем позаботиться. Ибо у нас искренне вошло в привычку ни о чем не думать, ни о чем не заботиться. Каждый печется о собственном покое, почитает собственную тень, а все заботы перекладывает на стоящего выше. Пока человек жив, прав он или нет, о присутствии своего начальника он кажется не очень озабоченным. И мне так кажется, что для личной пользы благополучие. А после смерти начальника не понимают покойного вместо того, чтобы скорбеть и плакать. Хулят и высмеивают его. Это заложено в самой природе нашего народа. А причина этого невежества и неблагодарность другой причины я не знаю. Все это сильно напоминает поведение высшего чиновничьего аппарата России 21 века. Возникает вполне естественный вопрос. Как ментальность армянского духовного сообщества сформировалась в ментальность современного российского служивого чиновничества? Может быть, все дело заключается в том, что это свойственно всем чиновникам вообще и духовным и светским? Ведь их карьерный рост во многом, если не во всем, зависит от озвученного согласия с мнением начальства. Всегда и во всем. После смерти или отставки начальника мнение чиновника должно совпадать с мнением нового руководителя. И так далее. Между тем, события в регионе развивались весьма стремительно. Судя по описанию Критации, он был немолодым человеком, хотя и моложе своего предшественника. Не менее, он совершил по повелению Хошпеце несколько поездок в монастыри и затем получил приказ вернуться в Вечмиаддин. Критации вернулся 4 ноября 1734 года и застал католика за больным. А поздним вечером 6 ноября Хошпеце скончался, не успев принять никаких решений о делах Святого Престола. Продолжение следует. Продолжение следует.